Приветствую тебя в Горнграде, город, который стоит на вулкане. Хо-хо-хо, да, здесь, я тебе скажу, не так уж и уютненько. И, кстати, если ты спросишь, а чё ты не горишь, почему на тебя нет пожарного костюма, дело в том, что я выпил зелье, зелье огнестойкости, у меня же их там куча лежала в суммаре. Вот приходится тратить. Чё мы сегодня будем с тобой делать? Конечно же, проходить баллады о войнах. И песень, как ты уже понял, будет до рука, то есть испытание до рукам. Осталось только допедрить до точки. А, черт, я из травы сбил. Плохая примета. Фух, добрался. Вон он, Каз. Я сейчас ему втащу, если он скажет, ооо, это снова ты. Этому камню не одна тысяча лет. В чём же его предназначение? Ооо, у меня компания. Не думал, что встречу кого-нибудь в таком жарком месте. Я тебя сейчас втащу, Каз. Ты чё, блин? Не ожидал, ты меня чё, не узнаёшь, что ли? Мы с тобой уже сто пятьсот песен, то их вспомнили. Кстати, ты дымишься. Может, это и не моё дело, но как-то не хочется, чтобы ты сгорел у меня на глазах. Ничего не дымлюсь. А, ты, наверное, как и я, выпил пожарное зелье. Ну, разумеется, Каз. Я ж не дебил. Тогда я за тебя спокоен. Слава богу. Без пожарного зелья ты тут мигом в запеканку превратился бы. А я в жареного цыплёнка. Это было бы печально. Ах да, я же камень нашёл. Один из тех, что упоминается в неоконченной песне моего учителя. Неужели он сочинял её на этом самом месте? Позволь спеть тебе об испытаниях, что проходил воин горнов до рук. По вулкану крадётся, купаясь в огне, рудание, что великому воину служит. Коль силу обрезать, жаждишь ты. Стопы свои направь к испытаниям, что камень укажет. Сперва сразись ты с огненной скалой. Затем сквозь кольца света на вулкане пройди. Потом отважно встань на лаву раскалённую и... Будь готов к испытанию главному. Тебе понравилось? С каждым новым куплетом я всё лучше узнаю воинов. Я обязательно закончу песню учителя. Прошло сто лет, но тех воинов по-прежнему уважает и чтёт. Знаешь, учитель говорил мне так. Чтобы написать хорошую песню, нужно знать мысли народа. Вот почему, приезжая в новое место, я в первую очередь говорю с местными жителями. Мне удалось пообщаться с Юноба и Бруда, мэром Горанграда. Они рассказали мне множество интересных историй о Доруке. Благодаря этим рассказам я смогу восстановить недостающие куплеты песни учителя. Песень Доруга. Окай, я готов. А ты восстанавливай песни и не превратись в цыплёнка, Каз. Что ж, приступим к нашей методике. Достаем фотоаппарат. И начинаем фоткать. Кстати, у меня на фотике память кончается. Надо SD-карточку поменять. Чпинг. В альбоме нет места. Карточку поменять. А лучше не поменять, а просто удалить старые снимки. Оттого. Переходим к следующему камню. Слава богу, что тут всё находится возле вулкана. Ну, все три точки. Не нужно никуда бегать, искать. Что-то, я думаю, будет с этим всё просто. Я так полагаю, что вот это вот, вот это вот задание, это встать на раскалённую лаву. Что ж, прочь некуда. Тпшимся в воруданию. Чудищи ворудания. Ворудка моя. Я твой. Ой, 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 горю, 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 нифига себе. Пожарное зелье даже не справляется. Где мои там эти? Доспехи-то огнестойкие. Кольца вижу. Вижу кольца. Хорошо, сквозь них мы пройдём. А чё тут написано? И вершина горы смерти. Входит в топ 100 знаменитейших достопримечательностей Харула. О, я здесь побывал, надо сфотаться. С ворудания, вот так вот, где её морда? Ворудания, где твоё лицо? А, пофиг. Типа я такой счастливый, чтобы забрался практически как на Эверис, только вулканный. Короче, я понял, это не встать на лаву, это просто пройти сквозь кольца нужно. А здесь всё просто. Ну чё, полетели? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слепые зоны. Чё тут такого слепого? В общем, тут всё просто. Вначале мы прыгаем вот на этот камень. Так. И он нас куда? Оу! Ё-по, РСТ. Надо слезть. Вот так вот слезаем. Нормально такое испытание. Вот это уже экшон. Надеюсь, меня не подпалит так. Нет, не подпалит. Шикарно. Теперь нужно переместиться на другую сторону. Блин, давай перелазим, перелазим, перелазим. Быстрее, быстрее! А то сейчас из нас сделают эльфийский гриль. Всё хорошо. Дальше там двойное пламя. Надо залезть наверх. Всё пучком. Чё дальше? А дальше камни наши возвращаются в обраточку. Нам нужно здесь спрыгнуть. О, там эти, Коля. Ну, фигня вообще. Чё я не залез? Почему я не залез? Точно налево. Опа. Есть. Ну, тут легко. Понизу прокатываемся. Главное, чтобы перёвочку там не перерезали. Дальше чё? Дальше давай залезем и посмотрим. О, здорово. Здорово. Ну, давай стрельнем мне. А, нифига. Ой, сколько у вас тут? Ой, ёёшеньки. Я на следующий полетел. Вот так вот можно? Прячься, прячься, Линк. Давай, вставай, алкаш. Ой, меня целится уже. Короче, запрыгиваем. И прячемся от этих... Да что ты будешь делать? Нифига себе, как он далеко стреляет. Взял, короче, электрическую стрелу. И сейчас оно в глаз как... Выгустил. Красава. Ну, теперь всяк поспокойнее будет. Не смей в меня стрелять. Хе-хе. Жалко они падают, только вниз. Я-то думал, шестерёнки себе беру. Ах вы. Ржавая корыта. Консервной банки. Ну, ты посмотри, что они творят. Они просто скидываются вниз, суицидники. Так, сейчас я буду суицидником. Фух, принесла. Чуть не изрешетили меня. Дальше прыгаем сюда. И бежим на камень этот. Что нас ждёт здесь? Не зацепился. Линк, ты сдаёшь позиции? Ты стареешь, что ли? Чё у тебя руки трюклявые такие? Да блин! Пенсионер альфийский. Э, прыгай. Фух, я думал, я сейчас упаду. О! А тут, походу, без ловушечек. Водопадик вижу. Может, нам здесь пригодится голыба льда. Я видел, там сундук падающий. Подожди-ка. Надо сундучок спасти. Опа. Вот так вот сделаем. Красава. Сундук упал. На мою льдинку. Именно туда, куда я хотел. Да, вроде туда, куда. Я хотел. Чё там? А ну отпирайся, моржовый жир. Большой меч пламени. Давай возьмём, чё нет. А как нам здесь быть, в общем? Как мы видим, камни проходят сквозь пламя. То есть, у меня не спрятаться на камне. Есть вариантик, это забраться сюда. Потом вот сюда. Ну а дальше просто лететь. Лететь до камня. Следующего. Обманул систему я. Ай да молодца. О. Офигайся, тут всё цепляется. А куда мне дальше-то? Эй, подождите, подождите. Я так не договаривался. Не договаривался я так. А, вон куда нужно, смотри. По водопадику наверх забраться. Всё, всё, я понял. Короче, это мы разбиваем. Делаем так. Запрыгиваем. И вскарабкиваемся наверх. Усо! Прибыл я к Тестерэйшн. У-у-у! Вышел из пещерки. У меня чё-то горит. Чё горит? Лук мой. Лук. Нашёл. Вон, смотри. Синее кольцо. Похоже, нам нужно спуститься сюда. Это нужно встать на лаву, по всей видимости, да? Коснуться пяточкой огня. И сделать из неё уголь. Похоже, у меня будет сегодня угольная пяточка. Опять этот челлендж. Пол-то лава. Здесь попробую аккуратненько как-нибудь туда зайти. Аккуратненько заходим. А может быть, тут есть какая-то... Ну, я выполнил челлендж, да? Правда, я утонул. А, не, нифига. Меня откинуло обратно. Я был недаленозорким. Оказывается, там лежал металлический ящик. Я уже его увидел очень поздно. И, в общем, нужно им воспользоваться. Вот они, вот они, эти ящики. О, тут у нас ещё и друганы ждут. Здорово. Берём этот ящик. И максимально пихаем его вон туда. Желательно прямо на точку. Не, на точку не получится. Чёрт, ойдём. Хорошо. Короче, у нас утопился один ящик. Нужно брать второй. И его мы ставим сверху на этот ящик, который утопился. Ну, и всё. Всё нормально. Теперь нужно туда перелететь. И переместить ещё немножечко ящички. Ну, чё, вроде так. Привали, выручай. Уи-и-и. Всё, я встал. Почти встал. Надо немножечко слезть. О. Пожарный заслон Светилище Рину Хоника Пожарный заслон Мы просто нагибаемся и пробегаем Ой, горячо Подгораю, подгораю, но я смог пролезть Хо-хо-хо Даже ничего делать не нужно Так, там можно разрушить камень, смотри-ка Давай попробуем Оу Ой Знавенько меня откинуло Блин, столько хп потратил, капец Давай, тут быстренько Оп Это все тот страус Я знаю, что это он Я забыл, что в зельде нельзя подкаты делать В общем, вытаскиваем вот эту фигню И пусть это будет моим щитом На-на-най, на-на-най Проходим огневая Оп Чуть не подгорел Ну и в принципе можно дальше с этим ящичком Бежать Да что Тебе Я запарился уже купаться в этой лаве Как тут быть-то, блин Залезть на это не могу А так вот сделать могу Но залезть сюда не Получилось, прикинь, залезть Вот Как? Только что пробовал, не мог залезть Как насчет сделать А так вот А, есть другая идея Мы сейчас сделаем Г-образную штуку Вот такую вот И вот тебе проход Тихо, не падай Не падай, красавец Ты ж мне нужен Вот тебе и проходик Быстренько пролазим здесь Че нас ждет тут? Ох, сколько огня! Ну в принципе, в принципе Я бы здесь мог пробежать Нагнувшись Нет, хотя не смогу Я сдохну Придется воспользоваться Вот этой чудо-техникой Короче, сделал как смог И все получилось Сейчас попробуем Аккуратненько пролезть Опа! И все Так, кажется, что где-то здесь Вон она, тот глыбень, наверное Прям в лаве лежит Хорошо Сейчас спустимся к нему Эй, глыбень Вставай Точно, это он Шикарно Единственная проблема Это в том, что Я на него запрыгнуть-то не могу Потому что он очень раскаленный Ну давай, Лин, взлетай Будем бомбить его Вау Фига Короче, это бомбящие стрелы Они моментально подрываются Возле вулкана О-о-о-о Вот это мне прилетело, а В замедленной съемке Опа Что произошло? Как это вообще? Ну чё? Как насчет пострелять в львк? Да твою ж налево бомбящая ты стрела Забыл про нее совсем Что ее перезаряжать нужно Как насчет, короче, ледяных стрел Бежим Бежим, бежим, бежим Я чё-то в прошлый раз забыл Про ледяные стрелы Мне кажется, что они Должны нам помочь Хотя нифига они нам не помогают Фигня какая-то полная Оттудили камень этот Теперь можно его калашмарить Постой немножечко, братья Добрый страус Перешел мне сегодня дорогу Все идет поперек Супер баллистика Звучит много завораживающе Так, попробуем Разворот Ага Все, я понял С таким мы уже сталкивались Нужно просто грамотно выстрелить И все Так, так, так Раз, два, три Погнали О, еще дальше Там сундук, кстати Блин Не знаю, получится у нас стоит Нет Ну-ка, ну-ка, ну-ка Кажется, получилось Вот он, наш сундучок Магнезис Да, магнезис на 44 Опачки И что же там? Алмаз Нормальненько, 500 рупий подняли, считай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Готов Первую волну прошли Теперь начинается потненькая Жаркая битва Я помню, что в него нужно кидать Вот эти штуки Когда он будет сейчас всасывать все Он всасывает? Да, всасывает вроде как Что-то ничего не полетело Надо еще разокинуть На Бабах Бегу, 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 бегу Полежи немного Полежи немного, не вставай Тихо, тихо, тихо Последний удар ему остался Последний Давай, пупсик, появляйся И я тебя Хедшот Закручу, заверчу Чеканой монетой Мы с тобой такие разные Но тропинка судьбы привела нас обоих сюда Образно говоря, конечно Я предпочитаю летать Знаешь, все эти рассказы Про воинов Водушевили меня И я решил написать Собственную песню о Даруке Мне захотелось представить его В несколько ином свете И чем это сделал мой учитель Разумеется За вдохновением я сразу отправился К Рудании Ведь именно этим чудищем Управлял Дарук Послушай, что у меня получилось Итак Песень Дарука Внемли истории о храбром Даруке Что управлял Рудании Когда-то был он простым горном Свела судьба его с принцессой избранной Что в его горы за помощью пришла Конечно, помогу Не будь я бесстрашный, Дарук Если Хайрулу грозит беда То я просто обязан помочь Спасибо, Дарук Не знаю, виноват ли в этом Ганон Но монстры в последнее время Совсем распоясались Принцесса Когда вы кидаете замок Берите с собой больше охранников Мой отец Сейчас выбирает мне рыцаря Телохранителя Один из кандидатов Лучше всех в Хайруле владеет мечом Так это должно быть Что за Монстры Прямо на каждом шагу Они что, на кого-то напали? Принцесса Подождите здесь Да Жалкие трусы Противостоять мне Великому Даруку От глупцы Выходи Бедняжка Так это на тебя напали? Все позади Они убежали Какой позор Простите В молодости Меня еще Дарула звали Эти создания Гонялись за мной У меня от них Поджилки трясутся А я думала Что ты вообще ничего Не боишься Скажите Принцесса Да Афганан этот Он-то, я надеюсь, не собака Ох Субтитры создавал DimaTorzok